Какие правила пожарной безопасности стоит помнить при использовании пиротехники? При украшении елок новогодней гирлянды, электрической гирлянды необходимо покупать в специализированных магазинах. Гирлянда должна иметь сертификат соответствия, сертификат качества соответственно. В ходе установки елки или гирлянды необходимо соблюдать безопасное расстояние от электрических нагревательных приборов, печей на твердом топливе или других предметов, которые могут повлечь опасность возникновения пожара. В случае с пиротехническими изделиями покупать данные изделия необходимо только в специализированных магазинах. При покупке таких изделий пиротехнических продавец должен предъявить вам сертификат соответствия данного изделия. На коробке из пиротехнического изделия обязательно должна быть инструкция по применению, на которой обязательно в порядке написано, как правильно запускать, на каких безопасных расстояниях. Все это индивидуально для каждого изделия. Ну и соответственно в обязательном порядке мы рекомендуем перед тем, как запускать какое-то пиротехническое изделие, подробно ознакомиться с инструкцией для ее запуска, ну и выбирать места соответствующей безопасности. В преддверии новогодних праздников администрация городского округа Мутища всегда выпускает постановление главы, в котором подробно описаны места, площадки, отведенные для запуска пиротехнических изделий на гражданские населения. Какие меры стоит учесть, чтобы не допустить возгорания в загородном доме? Зачастую наблюдается рост возникновения пожаров в связи с использованием отопления. Будь оно либо печное, либо электрическое. Самая часто распространенная причина пожара в загородных домах это, естественно, перегрузка электросети, ну и аварийный режим работы электроустановок. Хочется отметить, что в случае наступления холодов и усиленного обогрева своих жилищ, либо бани, необходимо обязательно соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять электрические приборы включенными без внимания. Ну и, соответственно, также еще раз проконтролировать состояние электропроводки внутри своих домов. Ну а при топке, если, соответственно, в домах либо банях имеются печи твердотопливные, ну, на дровах, на угле, да, конечно, в нашем случае это в основном дрова. Соответственно, при использовании таких печей не допускать перекалы печного оборудования, ну и своевременно следить за состоянием его и очищать дымоходы. О чем важно помнить при обращении с газовым оборудованием? Действительно, газовое оборудование также является источником повышенной опасности. Да, действительно, в старом жилом фонде, в частных старых жилых домах зачастую люди используют газовые плиты не только по назначению, в качестве приготовления пищи, но и как источник обогрева. Также стоит обратить внимание на то, что оставив газовую горелку, да, зажженную, существуют различные факторы, при которых эта горелка может потухнуть. Там порыв, там, кто-то открыл дверь, порыв ветра, сквозняка, да, который может ее затушить, но при этом подача газа будет продолжена в помещении. К сожалению, на территории нашей страны и нашего городского округа тоже имелись подобные факты о том, что оставленная без присмотра газовая плита становилась причиной не только пожара, но и взрыва, и печальных последствий. Ни в коем случае не допускается оставлять без присмотра зажженные газовые горелки, плита, и в том числе в правилах пожарной безопасности всегда, всю жизнь было написано о том, что нельзя сушить вещи над этими, соответственно, приборами, поскольку это не предназначено, и, возможно, воспламенение данных вещей, если они сушатся над газовой плитой. Как уберечь детей от пожара? Отделом надзорной деятельности по городскому округу Мутищи проводится работа в преддверии новогодних праздников во всех учреждениях образования проводится работа с детьми, в которой мы стараемся объяснить детям в игровой форме для самых маленьких, показать о том, что нельзя пользоваться, баловаться спичками, зажигалками. Но, тем не менее, конечно же, каждый родитель должен еще раз следить за своими детьми, объяснять своим детям, поскольку лучше, чем родитель, ребенку объяснить, как правило, никто не может. Необходимо напомнить еще раз детьми о том, что нельзя баловаться зажигалками, спичками, соответственно, необходимо, чтобы дети знали телефон вызова экстренных служб. В нашем случае он сейчас единый, 112, позвонив с любого телефона, вы поддете в единую дежурную диспетчерскую службу, которая вам поможет, и направит соответствующие необходимые экстренные службы к месту происшествия. Ну и самое главное, конечно, родителям следить за тем, не только рассказывать детям, но и следить за тем, где и как у них хранятся какие-то пожароопасные предметы, спички, зажигалки. В частных домах зачастую бывает о том, что, и бывает история, имеются газовые какие-то горелки, баллоны. Конечно, детский фактор, он всегда присутствует, интерес ребенка к жизни, это обязательная история в жизни каждого, поэтому для родителей в том числе необходимо убирать в недоступные для детей места все пожароопасные предметы. Сотрудники МЧС всегда напоминают о том, что не оставляйте детей одних без присмотра дома. Были такие случаи, что возгорали, происходило возгорание, соответственно, жилищ, в котором дети находились одни. Как правило, это всегда позднее обнаружение пожара, ну и, соответственно, печальные последствия. Ни в коем случае мы не рекомендуем оставлять и даже просим не оставлять детей одних дома, независимо, насколько ребенок самостоятельный, независимо от того, насколько он обученный и так далее, потому что детская шалость с огнем всегда имеет место быть.